Продолжение следует... Ребята работают с доставкой по всей России. А если же при заказе вы упомяните промокод, который видите на экране, ребята одним щелчком уничтожат 15% от стоимости заказа. Все ссылочки на магазин я оставлю в описании. А мы начинаем. Всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах, про сериалы и за сериалы. Совсем недавно в свет вышел первый эпизод сериала «Шучу», главную роль в котором исполнил мой горячо любимый актер Джим Керри. Но предупреждаю сразу, шуток, кривляни в стиле Маски, Свинтуры и многих других здесь не будет. Ну, по крайней мере, в первой серии. Сериал же имеет жанр драматической комедии. И о чем же он? Если вкратце, то сериал расскажет о добродушном весельчаке и ведущем детской передачи Джеффе Пикклзе, который обязан улыбаться на камеру, хотя вне экрана его жизнь далеко не сахар. Его семейная жизнь идет под откос, а брак рушится. А к чему это все приведет, мы сейчас и узнаем. Да. А серия начинается с того, как Джефф и Дэнни Мачетто Треха посещают шоу Конана. Нет, Конана Убрайена. Если вы не против, и привел очень особенного гостя. Далее же нам показывают добропорядочность Джеффа и то, что он всегда готов прийти на помощь. И несмотря на свой звездный статус, живет он далеко не в особняке, а в довольно скромной холостяцкой лачуге. Прямиком из этой лачуги мы переносимся к сестре Джеффа, которая ваяет для его шоу «Новых кукол» и между делом обнаруживает, что ее дочь отказывается есть овощи. Твой отец потратил много времени и сил, чтобы приготовить тебе здоровую еду. Ты выбросила овощи в мусорное ведро? Ну а почему, мы узнаем немного позже. За отказ от овощей мать подвергает ее самому жесткому наказанию. Пока не съешь свои овощи, никаких водных процедур. А мы возвращаемся к Джеффу, который предлагает своему отцу А по совместительству с директором шоу внести в детскую программу дополнение в виде объяснения детям, что такое смерть. Также в ходе разговора выясняется, что у Джеффа год назад умер один из сыновей. Я хочу сделать шоу о смерти. Не уверен, что нам нужно шоу о кончине. Не о кончине, а о смерти. Я не хочу говорить, что мой сын прыгает по облакам и крутит ним, как обруч. Что ж, это смело, но я не уверен, что ты готов говорить об этом. Действие переносится в дом семьи Пикклс, где Джефф пытается наладить общение с женой и вторым сыном. Жена этому рада не особо. Будет лучше, если я вернусь. Кому будет лучше? Уилл, это ты? А вот про сына пару слов отдельно. Хоть я не особо фанат жестокости, но за первые пять минут знакомства с этим засранцем не захотелось лупить ему за трещину. Ты выпустишь пчел в машине твоей мамы? Она не хочет, чтобы я жил в доме, пока она разбирается с чувствами. И... Она бросила тебя не из-за Фила, а потому что ты ссыкло. Ты трус. И... Никогда на меня так больше не смотри. И смени прикид, ты выглядишь как водитель автобуса Розы Паркс. После посещения семейного очага, Джефф ловит флэшбэк, того, как погиб его сын. Едь, придурок! Выжившее продолжение рода приходит на могилу к брату, где обнаруживают курящих на ней бодлорей. Которые вроде как и не совсем-то и бодлори, но всё же. И нам дают понять, что хоть он и плевал на родителей, но брата он любил и любит до сих пор. Это надгробие моего брата. Может, покуришь в другом месте? Я прихожу сюда с 12 лет, парень. Это место для меня особенное. Что ты собрался сделать? Воскресить его? Эта палочка была его. Он хотел стать фокусником. Мы оба хотели. Потому что можно делать крутые штуки, когда у тебя есть близнец. Это очень удобно. После очередного разговора отец разрешает отснять выпуск знакомства со смертью. Вы поймёте, что ваша любимая игрушка больше не с вами. Что бы вы почувствовали? Вам будет грустно? Из-за того, что вы не попрощались. У меня был сын, которого звали Фил. Он был такого же возраста. Он умер. И мы положили его в коробку. И похоронили. Но в эфир он его не выпускает. Конечно, нельзя пускать это в эфир, Джефф. Шоу не может измениться, как и ты. Галстук, рубашка, стрижка. Это твой образ. Мы узнаем причину отказа дочки от овощей. Они грязные. Они были на полу. Когда? Спасибо, папа. Пожалуйста. Эй! Я видел, как вы приехали. Я сейчас приду, милашка. А я знаю. А я знаю. Просто он боялся, что пока он будет с сумками идти с магазина, его могут обокрасть. И поэтому он спрятал телефон, ну, как бы туда. Ну, видимо, позвонила жена, и он попросил соседа достать телефон. Или же он просто попросил соседа достать ключи от квартиры, а тот перепутал карманы. Ладно, давай. Подними его в яйца и поищи что-нибудь необычное. Я предупреждаю. Дальше по серии есть еще одна гей-сцена, но к сюжету она никакого отношения не имеет. Так что поехали дальше. Пикклз-младший таки находит способ избавиться от лишних людей у могилы брата. Боже мой! Уилл, бежим! Джеффа же начинает потихоньку накрывать происходящего в жизни пиндос. После проверки на работоспособность стригущей машинки, он снимает дом рядом с домом, где живет его жена. На этом первая серия и заканчивается. Как итог. Не считая одну необоснованную гей-сцену, серия мне очень даже понравилась. Джим Керри хоть и не кривляется, и не гримасничает, но он все равно великолепен. Об этом даже говорить нечего. Только вот меня терзают смутные сомнения, что дальше в сериале может пойти разворот. В принципе, я буду не против. Разворот наподобие фильма «Я снова я и РН». То есть у Джеффри просто взорвет башню и начнет творить апокалипсис сегодня. А ведь если так посудить, то эта серия и концепция сериала очень напоминают жизнь самого Джима Керри. Да вспомни даже возлюбленную Джима Керри, которая покончила с собой в 2015 году. Или родители, которые так и не успели увидеть сына в большом кино. Кучу разводов, расставаний, депрессий. Но многие из тех, кто не смотрели репортажи, посвященные этому, даже не могли об этом понять и представить, так как на экране они все время видели весельчика Джима. Ну да что-то я подзатянул с итогом. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Кин. Если это видео вам понравилось, или оно было вам полезным, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забудьте заглянуть к ребятам в магазин. А вам же я желаю только интересных сюжетов, и пока!